Украинский президент Петр Порошенко сегодня наконец дал указание сформировать гуманитарный коридор из Славянска. Серьезный разговор об эвакуации мирных жителей зашел еще накануне. Но вот минувшей ночью все планы по выведению жителей в безопасное место оказались сорваны. Украинская артиллерия открыла огонь неожиданно еще и по Краматорску. И вот сейчас нам сообщают из зоны конфликта, что армия полностью перекрыла последнюю свободную трассу на выход из Славянска. Не дают проехать даже машинам скорой помощи. Кто ждает наш корреспондент? Валентин Трушнин. Несмотря на заявления президента Украины о прекращении огня, артиллерийские обстрелы городов на Юго-Востоке продолжаются. В Славянске пожарные не успевают на вызовы. Горят жилые дома и предприятия. Хотел пожарники, хотели прокутили? Хотел бы заосили, елки и палки. Пожарный в химическом комбинате издва не закончился экологической катастрофой. Мужчин призывного возраста из города не выпускают. Для женщин и людей украинские военные обещали дать коридор, но продолжили обстрел. Организовать эвакуацию в таких условиях невозможно. Число жертв среди мирного населения неизвестно. Статистику вести просто некому. Выходить на улицы опасно. В городе проблемы со связью, но нам удалось дозвониться до пресс-секретаря народного мэра Славянска. И вот что она рассказала. Есть жертвы и число жертв растет. Скорые помощи не всегда добираются к раненым, так как идут интенсивные бои и люди по телефону координируют помощь пострадавших. По числу жертв и погибших сведения пока уточняются. Эти кадры сняли местные жители. Они проехали на машине по Семеновке. Это пригород Славянская. Практически все дома здесь разрушены. И неизвестно, есть ли в них убитые или раненые. Антушки на доме нету. И это чуть остался. Вот, что это не ты можешь. Вот тут воронка. Если забора нет. Сейчас будет воронка. Вот. Бля, воронись. А эти кадры сняли жители Краматорска. Тяжелая артиллерия бьет по жилым кварталам. Добрый дядя Порошенко нам обещает прекращение военных действий. Что все будет хорошо. Вы не бойтесь. Руководство ДНР пытается привлечь внимание мирового сообщества к артавстрелам городов. Замминистра обороны Донецкой Республики Федор Березин выступил с открытым видеообращением. Славянск подвергнут удару реактивным системам залпового огня ГРАД. Неоднократно подвергнут. То есть хунта перешла последнюю черту. Она начала применение оружия, которое по некоторой классификации близко к оружию массового поражения. Это повторение того, что было в войне в Грузии 8-8-08 года. То есть налицо военное преступление. По мирному городу ночью применялся ГРАД. Бойцы народного ополчения бросили все силы на подавление огневых точек украинской армии. И им удалось уничтожить как минимум одну установку ГРАД. Есть противоречивая информация о том, что ополченцы захватили еще одну установку целой невредимой. И точно известно о захваченных машинах с боеприпасами для ГРАД. Майор, а зачем ты вез это все на целенный пункт Марковка? Меня вечером посадили, сегодня в 5 утра я выехал. Чей был приказ? Меня инструктировал полковник Мельник. Уже понятно, что надежды на прекращение огня оправдались. И слова Порошенко о том, что военную операцию в течение недели необходимо прекратить. В Донбассе понимают теперь в том смысле, что за неделю нужно успеть сравнять с землей города, в которых есть очаги сопротивления. Валентин Друшнин, РЕН-ТВ А вот в войсках на Западной Украине началось массовое дезертирство. Те, у кого есть возможность, стараются откупиться просто от службы. Все из-за того, что солдат начали отправлять на Юго-Восток страны для участия в спецоперации. Призывники заявляют, что у них нет необходимой подготовки и снаряжения. Многих обучали на полигоне всего по паре дней, по паре дней. Они даже не имеют представления о том, как правильно держать оружие. При этом матери и жены военных заявляют, что солдат отправляют на войну без касок и бронежилетов. Я готов служить и тут. Я готов служить тут, на территории области. Ехать на восток я не готов, ни морально, ни физически. У нас нет боевых навыков никаких. Мы не подготовлены. Бегали, стреляли в никуда. Добавлю, что несколько дней подряд в Львовской области родные призывников блокируют военный полигон. Некоторые даже бросались под автобусы и перекрывали дорогу деревьями, чтобы их сыновей не увезли на войну в Донбассе. Через несколько часов может стартовать...